Это ж каким чувством рабского, терпильского, унизительного комплекса, собственного недостоинства нужно обладать, иметь его в крови, в генах, нести его, это чаморшное чувство неполноценности, своим поколением, будущим, будущим, в сотни веков. Нужно быть сотворенным Богом по образу и подобию и по воле Божьей, но не обладать этой волей вообще никак. Насколько это подло даже по отношению к Всевышнему, который ждет и смотрит, дал же ж волю, так теперь же ж waiting for этой воли, воплощение этой воли, а оно ни в какую. Насколько это унизительно, что даже немцы во время войны, фашисты, гитлеровцы говорили, что как противно даже смотреть на человеческое сотворение, хотя они в принципе и сами тоже такими были, не по воле Божьей, а по воле Гитлера, исполняли эту волю. Но они смотрели на нацию, на славянскую расу, как на неполноценную. И это было вполне не просто образливо, не просто оскорбительно, а вполне на тот момент было таки справедливо замечено, заслужено. Тогда, когда они видели, как уничтожаются эти группировки партизанки советские, которые перед этим тех же славян, свой же народ уничтожало неистово, с маньяческой похотью, невинных, безвинных украинцев уничтожала российская банда с ненавистью неистовой. По-другому сказать, коммунисты под предводительством, а 98% на 30-е, 20-е годы были вовсе абсолютно, были не украинцы и не те же россияне. Но они через их идеологию, не украинцев, не россиян, не славян абсолютно, уничтожали, вырезали друг друга, забирали, грабили. А все награбленное доставалось абсолютно не россиянам, не украинцам, не белорусам, не другим, не полякам. То есть, ну как можно назвать полноценным эти народы, которые немцы смотрят, как они уничтожают. Ну вот, власовцы, это их 2 миллиона, миллион 200 было, потом еще прибавилось. Жили припеваючи в Локотской республике и уничтожали советскую НКВДшную, сталинскую, совковую партизанку, потому что она провоцировала убийство немцев. А те потом уничтожали, вырезали, спаливали силы, маедки, целые села, деревни. И вот они охороняли, баронелы свою республику от советских партизан. Кто не подсчастливилось полякам, что они эту советскую партизанку принимали, а потом говорили, что их вырезали, кто вырезал опять неизвестно. Но все валят на украинцев, потому что они не имели своего суверена, государства, грязня и тому подобное. И опять до сих пор по день сегодняшний они кричат, что они националисты, обвиняют украинцев во всем. А барыши загребают вовсе и не поляки простые, и вовсе не украинцы простые, или те же россияне вовсе не простые, то есть не вовсе простые. А Фельдман, например, в Харькове, кирует, заправляет боевиками, тетуханами, шнырями своими, которые через криминальные запугивания простых украинцев, барбашовцев, предпринимателей. Делает из них этим самым терпил. Не просто торговцам, а просто терпил, которые работают на черный нал Фельдмана, который идет на партийное движение антиукраинское, Фельдман, Медведчук, Путин. Которые потом через это движение, что они же там же свои, нужно же захвещать этих русских, да, русскоговорящих, давайте на них бомбы скидывать, а те для них как роса божья, то, что их приныживает, так и для этих дятлов летящие бомбы, это для них как роса, потому что они как бы эти бомбы, их защищают, то есть их бомбят, их уничтожают, их не детей, и они кричат, да, это там нас захищает от чего-то. Вот вам и признак неполноценности, который нужно осветлять, по крайней мере, чтобы он доходило, ну, все-таки человек создан по образу и подобию Божьего, и он через сатану, он на грешную дорожку сопровожден. И вот нужно с этого пути, с грешного, его сбивать на праведный там путь, справедливые гигнести, достоинства человеческого, а не такого, под которым сейчас предприниматели, чтобы себя не считать, вот этот груз, как бы терпильства, они наоборот становятся по стороне Фельдмана, которые с них вытряхивают бабки на войну, которая та война им посылает разрушение, коррупцию страшную, каких-то моторол, боевиков, которые чистят их как липку, как в 1933-1932 году, как в 1937-1938 году. И они не задумываются об этом. Значит, уже в чем-то нарушена вот эта связь, образ и подобие Божье. Значит, уже в чем-то явная неполноценность этих людей, которые не хотят об этом думать, потому что, ну, это немножко хлопотно для души и стрессовано немножко. Лучше подумать о приятном, о парке, повезти деток в парк этого, который с них сдирает поборы. Так же ж в школах поборы, так же ж судьи продажные, которых никто не контролирует, потому что у них же бабло, а все ж молятся на бабло. Давайте ж только бабло зарабатывать, а на остальное наплевать. Вот так и судьям наплевать, так ментам наплевать. Главное бабло, а то, что с людьми пофигу. Торговцы говорят, там нам главное бабло, а то, что с вами пофигу, хай бомбят нас, да хер с ним, хай нас бомбят. Главное ж бабло, чтоб было. Менты тоже самое так говорят, а главное ж бабло было, чтоб там выдавали. Еще мы где-то с пионерей смогли чего-то. И так и судьи, и все, и все, и все так. То есть это полная адская неполноценность. Вот простейший пример, как бомбиться, то есть грабиться, лохотрониться. Ну, недалекий розум. Простецкое понимание мира, своих детей, будущее своих детей и тому подобное. Вот Тора и русский мир. То есть с одной стороны, русский мир, это фантик, конфетка, красивая, там братья и тому подобное, славяне и тому подобное. А с другой стороны, что мы видим? Голодомор, репрессии. И Кидалова, и раболепие. Вот что огромная часть России об этом говорит. Не то, что я там говорю. Это огромная часть раболепия, которым им за это стыдно. Что они выходят, они даже вот так вот свободу не могут уже там на России ихней матушке показать. Их сразу прессуют. Побах, побах. Это что, русский мир для русских получается? Жуть. Катуют. Шаман он шел. Я, конечно, против шаманизма. Но если он как культуру это хотел выказать, вычистить Кремль, то это вполне положительно. Его на психбольничку. И хорошо, что вообще не убили, не затравили какие-то гадости, блин, заразили, живого оставили. И типа гулянтус к себе в Иркутск дальше. Ну он живой и рад, перепуганный. Рассказывает, что не, все нормально, все нормально, по 10 тысяч раз одно и то же, что это да, со мной хорошо обращались, все классно. Один из примеров русского мира, как он для тех же русских реализуется. Второй пример Тора. То есть иудеи, говоря о Торе, что это Тора, 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 Пятикнижие Моисея, которая в Библии, которому тоже поклоняются христиане. Но мы же понимаем еще одну вещь, что после Торы шло что? Шел пророк Исаия, который говорил о тех евреях, о тех иудеях, там левитах, других, которые пристали к этому, что вы предали Тору, вы предали Моисея, вы предали всех своих пророков, за что вы будете жестоко покараны Богом, распущены, а потом уже аж после Исаии они распяли три единого Бога Иисуса Христа, который был послан людям через того Бога, которого они чтут, но которого не хотят признавать, что это три единый Бог. То есть они на это плюют и прикрываются они всем этим Талмудом и Кабалой. То есть они себе, людям, задвигают в реалиях вместо Торы Кабалу и Талмуд. Считают грязной там нацию, там все нации, кроме их, вот Гои и тому подобное. А когда дело касается, там морали, они сразу, а у нас Тора. То есть, ну Тора, это же было для тех, которые подчинялись, блюли права и обовязки этой Торы. Земли, обещанной от Бога, а не для тех, которые наплевали на своего же Бога. Послали его куда подальше, ведут паскудную жизнь, распяли того же Бога, Иисуса Христа, и прикрываются опять той же Турой, исполняя, подчиняясь полностью под Кабалистику и под Талмудизм, Саентологизм, Хаббардизм и тому подобное дизм. Вот же где Каналия зарыта, Шельма. То есть, видя в нации, в народе элемент или даже чуть ли не всей неполноценности, вот такие идеологи сатаны от сатаны обещают землю крестьянам, фабрике рабочим, траляляшке, а в итоге голодоморы, десятки миллионов уничтоженных в голоде, расстрелы, репрессии, миллионы, миллионы в соловки лагеря. Вот что оставляет за собой дьявол вместо обещаний. Разбитые черепки и вот этот русский мир, который был запропонован тем же россиянам Путятиной, Путиным, что вы ж крутые, вы ж через его Путина подбыли и подпорядковали, взяли и забрали Крым, там, Донбасс, чтоб не рыпались. Вы ж крутые, смотрите, вы россияне, я вам принес имперскость, будьте этой имперскостью и век, молитесь за меня, бывшему носильщику чемоданов Собчаку. Вот так просто танками, бомбами, они все равно будут кричать, это русский мир, это свои хлебцы, путиняши, то есть он себя утожнюе отождествляет, Путин, террорист и его шапки с русским миром, а мы кричим, не, мы против русского мира, мы против всех, россиян, всех, это, на ножи и тому подобное, то есть как можно быть против русского мира, против которого сами нормальные россияне против, потому что уже въехали в хавале, что это чистая развод кидалова, такой же русский мир для россии и россиян, как землю крестьянам, заберем помещиков, да, заберут помещиков и дадут тебе забулдыги или лоху или неполноценному, которые не понимают, что в этом мире происходит, кому бабки давать свои, кому очко свое давать, и тебе дадут сейчас эту землю, деньги, богатство этих помещиков, да, ну, насколько быть тупыми надо, блин, я в шоке, насколько нужно обладать этой неполноценностью, чтобы так воспринимать этот мир, ну, это шок, просто, если вот так вот задуматься в реалиях, что происходит с этим человеком, простейшая логика, для тех же, кизяков, ну, ладно, там, казаков, ростовских, и не только, для боевиков, которые идут на Донбасс, якобы, за русский мир, вот, такая простейшая логика для них, чтобы они понимали, за какой мир, и к какому миру они свою бандитскую сущность, ну, отождествляют, прилепливают, примазывают, и притуливают, вот, когда была украинская армия, добробаты, ну, очень сфрустированы, то есть, деморализированы, по части, конечно, таких гавнаштабников, гавноправителей, как продажные тыловые крысы в этих штабах, добробаты, они не могли освобождать, потому что им постоянно был приказ не освобождать, ретироваться, отходиться, раунд, сдаваться, не сдаваться, это уже по вашему усмотрению, пофигу, вообще не надо, давайте лучше торговать, мы будем все эти дела, пафосом загладим, то и все, это были очень страшные моменты, не освобождение Украины, нынки, а сдачу ее еще во время Майдана, вот этими гавнаштабниками, то есть, тогда, когда украинская армия и ВСУ, и ЗСУ, нынки, Украины, была слабая, тогда и Гиви, Моторолы, и Захарченьки, ну, они были чуть ли не национальными героями, там, у себя, ну, понты такие, и детям, и в школах, все спевали, спевали песенки всякие, там, драки между ними происходили, то есть, ну, постоянно движуха была, на эмоциях, Бухалова, там, наркотики, и тому подобное, тоже без значения, и они же, конечно, были на гребне волны, но, когда украинская армия таки окрепла, даже гавнаштаб, когда понял, что это, дойдут так и до Киева, все их активы аннулируются, то есть, окрепла украинская армия, как бы там ни было, с предателями, вот такими даже, то, Путин, потом, поуничтожал, этих своих, Гиви Моторова, Захарченко, боевиков, да почему, да потому, что они были, носителями провокаций, когда окрепшая уже, украинская сторона, просто бы, попросту бы, в тупую, ломанулась, освобождать, свои земли, чтобы оттуда, не шла, зараза, война, убийственная, для нашей, украинской крови, да и вообще, вычислить украинские земли, от террористов, тогда Путин это понял, что, через провокацию, а те ломанулся, Гиви Моторова, и украинская сторона, придет и зачистит все, тогда, голенький Крым останется, одинешенник, тогда, Путин останется, один на один, с этим Крымом, тогда на него, легче уже будет давить, и с международной позиции, и с украинской позиции, это ж так легко поймать, это, такую простую логику, а они возземели, возземелья, из себя, там, чуть ли не богов, вот эти боевики, кто-то и всего, вот такой вот русский мир, простейший, то есть, это совсем не русский мир, это простейшая тактика Путина, по, ему наплевать, на всех, на тех своих, там, не своих, ему наплевать, у него такая тактика, воплощать, свои комплексы, неполноценности, на людей ему наплевать, по любой стороне, как это, тяжело вхавать, это, тем же самым боевикам, или там, ваташкам, этих боевиков, почему так не понимается, потому что, даже на явное, когда уже, ну, это, ну, как два плюс два видно, людям, все равно, через пропаганду, легче и удобнее, быть терпилами, и принимать, какую-то более сильную сторону, там, ядерная держава, и тому подобное, они с ней только чувствуют, с ее, лживой, сатанинской пропагандой, себя чувствуют кем-то, они могут сказать, слышишь, да я там, этот русский, типа, какой же ты русский, ты убийца русский, ты подстрекатель, для уничтожения, той же самой России, завладения Китаем, завладения Уркогатиной, или что, у вас, Уркогатина, это тоже русские уже стали, то есть, ну, капец, в голове, блин, каша, у тех же самых русских, но они зато называют, да, мы русский мир, потому что, нам Путин сказал, что мы русский мир, мы захватчики, какое блаженство, из грязи князи, быть захватчиком, когда тебя называют, и боятся, там, на тебя смотрят, он, да, на него, там, это, а то, что гибнут, те же самые славяне, там, украинцы, то ли поляки, белорусы, те же самые россияне, или там, био, быдли, на это, насрать, она всегда будет, идти, за своим, грехом, маразматическим, неполноценным, то есть, слабый, такой, недоразвитый, сильным, а какой, этот сильный, бандит, не бандит, мошенник, ему пофигу, главное, что он шел, когда-то за сильным жизнью, прожил не зря, типа, вот, вот такая биобыдляцкая, философия, этой жизни, вот такого, и не только русского, такого мира, вот, Орбан, буду, там, как бы, на слабости украинцев, свой венгерский мир, но, сам говорит, что, чтобы мы якобы, учили, мадярский язык, но, сам за Россию, которая, вообще, там, не воспринимает, никакие эти языки, сам в НАТО, то есть, за Урал, или на Урал, Орбан, забирай свою нацию, и туда, комбэк, возвращайся, если ты такой, супернационалист, вы же оттуда, произошли, мадяры, так вот, и вертайтесь туда, на свои земли, обетованные, капец, они в Европе, в НАТО, и говно, блин, гонят на Европу, на НАТО, блин, выходит, виной, во всем, не только, и не столько, так называемый, русский мир, а на самом деле, антирусский, антироссийский, антироссиянский, виной, неполноценность людская, которая не может, приплюсовать, где ж, это правда, они, дезориентированы, позорь их, они уходят, этого, от этого, в комфорт свой, не позорь, они, вот этим говном, наоборот, промывают, и себе, и другим мозги, этой мозги, неполноценные мозги, жуть, как с этим жить, бороться, ну, как, и за них молятся, а им наплевать, они вообще говорят, там, это, это, исты, еще что-то, вот как с таким народом поступать, когда он вообще, ну, против себя же даже, против Божьей воли идет, против своей воли, против самой логической воли, которая, самая, два плюс два, предвещаешь, зовешь сюда войну, она приходит себе, к тебе, на твои же головы, эта война, ну, это ж так просто, уразуметь, они, какие-то философии, какие-то идеологемы, развивают, в своем, в своем рабском, терпильском, больном воображении, античеловеческом, антибожьем, анти, будь каким, анти даже логическим, то есть, примитивизм. По соцопросам, россияне, все, в основном, не хотят войны, но они поддерживают Путина, тот, который приносит им эту войну. Ну, не маразм ли? Конечно, маразм, потому что в таком маразме и жил, и совок, и славяне, много-много лет, а и тысячелетия. Град награбленная, значит, боевиков, которые грабили, там, уничтожали население, христиан простых, забирали под видом, якобы, кулаков, оклачивали, грабили чисто. Потом их, как бешеных псов, самих этих расстрельников, расстреляли нафиг, потому что не хотели иметь себе раздражитель, который начнет их же потом грабить, убивать. Ну, человек, который обладает этим, он потом против любого пойдет. Этого боялся и Гитлер, и Сталин, брать вот таких себе подвооруженных. Как мог Сталин в 37-м году сначала силами НКВД уничтожить все вокруг себя, а потом истребить само НКВД, это, мы об этом говорили, но можно еще об этом передачу делать, потому что тема неисчерпаемая, действительно, некоторый логический парадокс. Человек сначала силами НКВД уничтожил все вокруг, а потом истребил еще гораздо полнее, чем любой другой орган, полнее всех истребил само НКВД и остался жив. И те же самые россияне, а их миллионы, они говорят, мы против Путина, мы анти-Путин, а Путин зачисляет себя в касту, что он Россия, что Россия это он, он это Россия, он в эту касту, категорию себя старается старается через свои пропагандоны внушить, втулить россиянам. А они уже плюются от этого, блюют от этого, они уже не хотят этого, они уже открыто об этом заявляют в свободных соцсетях, медиа. Жалко, что при Второй мировой войне не было интернета. Короче, что самое полезное и позитивное для нормальной развитой России и россиян было бы это независимая, независимая Украина. И чтобы они в этом Украине украинцам помогали, допомогали всем. Этим самым они будут удерживать какой-то баланс, противовес, полной тоталитарщины этого уркаганского режима в России, который будет их же чморить, топить постоянно, как в веках, это происходило. То есть Украина борется против вашего тоталитарного маоистского режима, который обращается и будет постоянно, так в веках было и будет обращаться с россиянами, как с китайцами, во время так называемой культурной революции, там, где миллионы, миллионы, миллионы втопились в крови ради сейчас телефонов, смартфонов. Экология засранная, все засранное. И живут они тоже при тоталитарном коммунистическом строе, режиме. Нужно ли это россиянам? Украинцам это уж точно не нужно, потому что это зараза, которая только извне в генотип внедряется, но это неприсущно. Киеве трек ниц но не Продолжение следует...